Здравствуйте, ребята! Меня зовут Кажахметова Дина Жаксылыковна. Я учитель начальных классов. Тема урока «Как вращается Земля». Сегодняшняя тема подводит итог разделу «Земля и космос». Вы вспомните материал предыдущих уроков. Какие сферы есть у нашей планеты? Какие значимые события произошли в эпохе освоения космоса? Как вращается Земля? Вы сможете объяснить осевое вращение Земли и его следствия. На сегодняшнем уроке у нас присутствует постановка темы урока «Объяснение новой темы», «Первичное усвоение новых знаний», «Закрепление и рефлексия». Давайте вспомним, как называется водная оболочка Земли. Как называется верхняя твердая оболочка Земли. Оболочка Земли, заселенная живыми организмами, называется... Как называется газовая оболочка небесного тела? Надеюсь, вы все вспомнили. Водная оболочка Земли – гидросфера. Верхняя твердая оболочка Земли – литосфера. Оболочка Земли, заселенная живыми организмами – биосфера. Газовая оболочка небесного тела – атмосфера. Давайте вспомним материал предыдущих уроков. Вчера мы с вами разбирались, как мы наблюдаем, где солнышко всходит, восток, как солнышко заходит и как при этом вращается Земля. Дома вы должны были провести опыт. Конечно же, получается, Земля навстречу Солнцу движется с запада на восток. Отгадайте загадки. Специальный космический есть аппарат, сигналы на Землю он шлет всем подряд. И как одинокий путник летит по орбите... Правильно! Спутник. Освещает ночью путь, звездам не дает заснуть. Пусть все спят, ей не до сна, в небе не заснет. Луна. А подумайте, что общего между этими двумя объектами? Правильно! Оба этих объекта – спутники. Но один из них искусственный, а один из них естественный. Знаете ли вы, что Луна – это единственный естественный спутник Земли? Масса Луны невелика, всего одна десятая от земной, а среднее расстояние от Земли около 380 тысяч километров. Луна обращена к Земле всегда одной стороной. Дневные и ночные температуры колеблются от плюс 120 градусов до минус 160 градусов Цельсия. Вот на этом видео мы видим, каким образом происходит вращение Земли и каким образом Луна вращается вокруг Земли. Каким же образом происходит исследование космоса? Наши ученые научились делать автоматические космические аппараты. Это искусственные спутники Земли. Автоматические межпланетные станции. А также пилотируемые космические полеты, космические корабли и орбитальные станции. Давайте узнаем, все ли вы по этому разделу поняли. Поставьте видео на паузу. Ответьте на вопросы. Космодром Байконыр является первым и самым крупным космодромом в мире. Полный оборот вокруг Солнца планеты делает за 365 дней один год. Ответьте «да» — «нет». Давайте проверим себя. Итак, атмосферы — это водная оболочка Земли, конечно же, нет, потому что это газовая оболочка. Солнце вращается вокруг Земли. Конечно же, нет. Это Земля вокруг Солнца вращается. А вот космонавт, осуществивший первый полет в космос, конечно же, это Юрий Алексеевич Гагарин. Масса Луны намного меньше массы Земли. Конечно же, здесь ответ «нет». Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток. Это верно. Космодром Байконыр является первым и самым крупным космодромом в мире. Это правда. Полный оборот вокруг Солнца планеты Земля делает за 365 дней один год. Это верно. А теперь творческое задание. Составьте синквейн к слову «космос». Итак, ребята, подведем итог. Поможет нам в этом пирамида успеха. Оцените себя. Первый уровень. У меня больше вопросов, чем ответов. Второй. Я многое понял, но есть над чем поработать. Третий уровень. У меня остался один вопрос. Четвертый. Я совсем справился. А пятый. Я могу помочь другим. До свидания, ребята. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok